Наш противник, команда Олимпиакос, знаменита своей блестящей защитой. Для победы химкам необходимо было позаимствовать стиль игры греческого соперника и добавить к этому пробивную атаку. Перед таким коктейлем не устоит ни одна команда. До начала игры, казалось, последние неудачи повлияли на эмоциональный настрой и собранность химчан. Но первые минуты матча развеяли эти мысли. В этот вечер наши баскетболисты были настроены только на победу. В первой четверти свою меткость демонстрируют швед Дженкинс и Томас. Когда химки имеют в плюсе 9 очков, греческая команда уходит на перерыв, но сбить настрой химчан не получилось. И всю вторую часть четверти желто-синие продолжают свою игру. В итоге 28-14 химки безоговорочно лидируют. Во второй четверти наши спортсмены демонстрируют отличную командную игру, которой так не хватало на матчах с Барселоной и Реал Мадридом. Очки команде приносят Маркович, Гилл и Ханикат. Треху забивает дяльцев. Наш отрыв от соперника вырастает до 20 очков. Греки, пытаясь нагнать, совершают еще больше ошибок. В этой четверти тайм-аут берут химки и заканчивают половину матча мощным броском Андерсона и разгромным счетом 49-25. После большого перерыва Олимпиакос, казалось, берет себя в руки. Помогают им в этом промахе желто-синих. Но все быстро встает на свои места, и непростая третья четверть подводит приятный для химок итог 65-38. Подобные встречи, когда почти всю игру ведет одна команда, всегда завершаются мощной игрой проигрывающих. Совсем недавно химки были в такой же ситуации в игре с Реал Мадридом. Сегодня это Олимпиакос. Но их попытка безуспешна, и подмосковные баскетболисты берут реванш с приличной разницей 82-54. Довольны проделанной работой и главный тренер химок и спортсмены. Хотя последние дни выдались непростыми. 16 января желто-синие провели успешную, но напряженную встречу в Белграде. Особенно радует настрой команды болельщиков, которые надеются, что победная серия продолжится и в матче с Кубанью 21 января. А мы, тищенцы, смогут вновь увидеть игру химок вживую уже совсем скоро, 2 февраля. Анна Раченкова, Константин Бондаренко, информационная программа. День.